Всем привет, с вами Александр Котин и это мой обзор для рубрики «Открытый микрофон» для канала Амаркетс. Я расскажу о том, как я вижу ситуацию на финансовых рынках с точки зрения тех подходов, которые я применяю в трейдинге. Итак, вопросов под предыдущим роликом я не наблюдаю. Спасибо вам за обратную связь. В этом случае мы с вами пройдемся по инструментам, за которыми я обычно наблюдаю и которые я использую для своего трейдинга. Начнем с евро-доллара. На мой взгляд, в данном случае на дневном графике торговля будет крайне затрудненная. Здесь были так называемые качели. Тренд может сохраняться нисходящим, пока это естественно не точно. Но вот вчера я закрыл позицию, которую открывал в покупку. И здесь, на мой взгляд, сформировался импульс вверх, с коррекцией которого я бы рассмотрел дальнейшие покупки. Опять же, давайте посмотрим, что у нас происходит на 30 минутах. Вот 1, 2, 3, 4. Я считаю, в волне С вполне возможно просто, что тот импульс, который мы видим внутри дня. Вот он 1, 2, 3, 4, 5. Хорошо будет виден, особенно в 15 минутах. Он сейчас корректируется. И после завершения волны С я бы здесь посмотрел ситуации. Точнее, сигналы на покупку. После того, как зайду, уже буду рассматривать, где будет это восходящее движение заканчиваться. В данном случае я не строю каких-то долгосрочных ожиданий. Просто работаю в внутридневном масштабе. Исходя из того, что движение заканчивается, беру от него сигнал и дальше смотрю, где заканчивается движение, в которое я вошел. И потом ищу точки входа с коррекцией в новый импульс. Вот и все. А потом будет видно, во что это выстроится. Так тоже можно. Без понимания того, что там на порядок выше происходит по фунту. Отложка байлимит по этому бару. Я думаю, что это первая, вторая волна в каком-то новом движении вверх. Дело в том, что мы очень резко отбились на недельном графике. То есть была неделя вниз, неделя вверх. Соответственно, здесь могло все и закончиться. В этом случае это мы все убираем. Потому что каждый день для нас рынок это новый рынок, а не тот, который мы его видели вчера. И все вот эти разметки вести я не вижу абсолютно никакого смысла. Потому что я не строю предположения о том, куда пойдет рынок. У меня абсолютно без разницы, куда он будет идти. Главное, чтобы те сделки, в которых я нахожусь, были прибыльными. Чтобы я мог выжимать из них максимум. Особенно, если я нахожусь в импульсной волне. Поэтому по фунту, на мой взгляд, при таком резком завершении, возможен просто разворот, то бишь смена тренда. А дальше увидим. Но вот это выглядит как незавершенная волна. Но такое бывает. 1, 2, 3, 4, 5 может быть внутри. То есть внутри этого импульса. Вот где-то здесь 4 и 5. А потом идет развитие уже нового импульса вверх. То есть первая, вторая, третья, четвертая. И, соответственно, мы рассматриваем здесь пятую волну. А может пойти и новый импульс восходящий. Поэтому здесь я больше ориентируюсь на этот подъем от фрактала до фрактала, который в 10-минутном графике. Вот его хорошо видно. 1, 2, 3, 4, 5. Вот получается это А. Это Б. Вот сложная волна Б. Ее хорошо видно. Она постоянно пересекает линии баланса и волна. Соответственно, С. Вот внутридневной масштаб. То бишь я бы стал рассматривать сигналы где-то после только обновления минимума волны А. Если они боятся раньше, ну и там цена пойдет вверх, ну значит это не мои точки входа. Я их не буду использовать. Дальше что? Швейцарский франк. На дневном графике такие же качели. Я бы не стал здесь пока рассматривать ничего абсолютно. Но есть вариант того, что здесь прошел вниз импульс. Была его какая-то коррекция. И идет попытка формирования новой импульсной волны вниз. Глобальные масштабы. Это больше походит на завершение какой-то коррекционной волны. С продолжением вот этого тренда, который здесь давно уже существует. Просто была сложная коррекция в течение такого длительного времени. Посмотрим. Здесь опять же покажет время. На дневном графике каких-то сигналов нет и понимания того, что происходит, нет. Поэтому тоже не стоит рассматривать каких-то долгосрочных движений. То есть пока работаем и отрабатываем то, что есть внутри дня. И те сигналы от понятных паттернов, которые образуются во внутридневном режиме торговли. Доллар-иена, на мой взгляд, такая же ситуация на дневном графике. Пока рынок не определился. Он здесь не особо определен, куда ему идти. Но опять же в четырех часах, если мы откроем особенно вот это движение, в двух, один, два, три, четыре, пять. Вот тут хорошо видно паттерн пятиволнового импульса. Вот его хорошо здесь видно с максимумом движущей силы в три в три. То есть вот один, два, три, четыре, пять. Внутри третьей волны, вот, соответственно, четвертая, пятая волна. Появилась дивергенция. В настоящий момент могла даже уже пройти коррекция этого импульса. И идет развитие восходящего, возможно, движения. Но если зайти на часовик примерно, вот видите, один, два, три, четыре, пять. Хорошо видно какую-то нисходящую волну. В этом случае я просто пока воздержусь от реакции на какие-то сигналы на покупку. Особенно вот на такие, потому что они приходят от пятиволнового импульса, который здесь хорошо видно и хорошо читается. В моменте есть вариант такой, что все-таки у нас еще не было волны С. Поэтому я пока вот буду придерживаться А, Б и, вероятно, развитие еще волны С вниз может быть. Поэтому во внутридневном масштабе также можно искать ситуации, точнее сигналы с коротким стопом. Вот импульсная волна, вот она корректируется. И где-то вот в районе вот этой коррекции могут прийти сигналы на продажу. Идем дальше. Австралийский доллар, если посмотреть на дневной график, также выглядит незавершенным низ. В моем понимании в четырех часах вполне возможно А, Б, С. Здесь мы видим бар с нижним закрытием, но он пришел до обновления максимума волны А, поэтому он рабочим не будет. Это для 12-часового графика. Теперь нам надо рассмотреть вот этот импульс. То есть его хорошо будет видно уже где-то в часовике. На мой взгляд в нем прошла только третья волна, четвертая. И внутри дня можно рассмотреть сигналы на покупку, но если они придут после завершения вот этого паттерна волны С. То есть А, Б и С. То есть после обновления вот этого минимума. Если придут сигналы, только тогда их можно брать в покупку. И после завершения обновления максимума, то есть вот этого максимума, не исключено, что мы можем пойти дальше вниз. Новозеландский доллар здесь мало чем отличается, особенно четырехчасовой график. В данном случае будет вот так виден паттерн коррекции. Канадский доллар. В настоящий момент мы видим третью волну, четвертую волну, пятой волны. Этого импульса еще не наблюдалось. В четырехчасовом масштабе А, Б, С. Для волны Б характерно вот такое постоянное пересечение линии баланса. Она здесь сложная коррекция. Пока мы еще не зацепили минимум волны А. И внутри Дня, то есть где-то в 30 минутах, вот один, два, три, четыре, пятой волны еще в С не было. Как только она появится, и появится сигнал на покупку где-то вот в этом районе, с коротким стопом и, соответственно, с потенциалом обновления вот этого максимума. Тогда его можно будет брать в работу. Золото пока непонятно. То есть тут нет внятных каких-то паттернов для того, чтобы его торговать. Поэтому я предпочитаю стоять вне рынка по золоту. Здесь, по всей видимости, была только волна А. И возможно усложнение внутри волны Б. Потом еще появление волны С. И вот тогда уже можно будет какие-то варианты на покупку рассматривать. Это, опять же, на мой взгляд, и очень-очень приблизительно. При внутридневной торговле для того, чтобы, допустим, здесь идти в шорт внутрь этого диапазона, нам нужно завершение вот этого текущего импульса. Его пока нет, так как нет здесь дивергенции. Это больше похоже на один, два, три, четыре и отсутствие пятой волны и завершение этой импульсной волны на четырех часах. Поэтому, если что, можно будет попробовать шортить, но после обновления максимума. То есть, чтобы сигнал был подтвержденным. Если сигнал не подтвержденный, и там внутри нет завершения пятиволнового движения, нет, соответственно, дивергенции, то такие сигналы смысла никакого нет брать в работу. Они просто не подтверждены. По серебру получается, что в данном случае я бы рассмотрел это как один, два, три, четыре. И развитие здесь четвертой волны, которая еще не завершилась. Внутри нее, соответственно, А, Б и С. Волна С здесь не законченная. То есть, вот найдет один, два, три, четыре. И нет еще пятой волны, и нет, соответственно, дивергенции. И как только это произойдет, тогда можно будет рассмотреть сигналы в продажу в виде, так называемого, дивергентного бара. Это бар с нижним закрытием, и, соответственно, если у него будет короткий стоп, приемлемый для вас, тогда его можно брать. То есть, вот такая идет, скажем так, зафильтровка этих сигналов. Что касается индекса S&P 500, с точки зрения дневного графика, это вполне может выглядеть как один, два, три, четыре. И здесь внутри могут прийти снова сигналы на продажу для завершения вот всего этого импульса нисходящего. На четырех часах это выглядит как так называемый EBC паттерн. В волне С также нет завершения, ее структура совершенно хорошо. Здесь видно один, два, три, четыре. После обновления максимума здесь можно будет рассмотреть какие-то ситуации на продажу. Внутри дня, соответственно, вот так это выглядит. То есть, если вы здесь покупали, то цели для завершения восходящего движения это обновление максимума и завершение всей вот этой пятиволновки. А потом уже можно будет посмотреть ситуации на продажу. Биткоин, на мой взгляд, здесь пока нет ясной картины. Если мы посмотрим на недельный график, здесь было резкое удаление в сторону от линии баланса. Вполне могли завершить вот этот паттерн. Естественно, он не добивает вот этот минимум, потому что здесь все может уйти в такой вот диапазон. И, в принципе, это и происходит здесь и сейчас. В данном случае на дневном графике вполне возможно формирование импульсной волны вверх уже. И она выглядит вот таким образом. Первая, вторая, третья, четвертая и пятая. Пятая, возможно, с удлинением. Потому что в ней даже при наличии дивергенции продолжается движение вверх. Это говорит о том, что здесь с большой вероятностью идет удлинение этой самой пятой волны. При переходе на внутридневной масштаб, что можно увидеть? Коррекция, импульс, 4. И вот развитие локальной какой-то пятерки либо нового импульса вверх. Тут пока это сказать крайне сложно. В моем понимании это может быть формирование какой-то первой волны вверх. И если вдруг она завершится, даст коррекцию, то не исключено, что могут прийти дальнейшие покупки. Нефть марки Brent. Недельный график. Получается, что здесь у нас прошла первая, вторая волна. Идет третья волна. Третья волна, она не закончена. В ней, соответственно, 1, 2, 3. Сейчас мы находимся в четвертой. И в настоящий момент времени я бы трактовал это вот так. А, В и С. То есть, видите, здесь мы не добиваем минимум. И вот то, что мы видим вверх, это больше похоже на непосредственно волну С, которую можно уже рассматривать где-то примерно в часовике. И это может выглядеть вот так, как 1, 2, 3, 4. И, разумеется, отсутствие здесь пятой волны, когда она появится, я думаю, что отсюда придут у нас новые продажи при завершении всей волны С. И тогда уже, скорее всего, мы пойдем обновлять минимум. 24 доллара, а был минимум 43 цента. Я думаю, что этот минимум мы еще раз обновим. А может быть, еще и не раз. Поскольку здесь весь, не только цикл внутри третьей волны, пятиволновой не закончен, но и вот этот, 1, 2, 3 и так далее. Поэтому нефть может еще несколько раз обновить минимум. Опять же, на мой исключительно скромный взгляд. Что касается пары доллар-рубль, если вы посмотрите на дневной график, 1, 2, 3, то есть мы находимся где-то плюс-минус в четвертой волне. Здесь, соответственно, А, Б, С, идет коррекция. Коррекция идет в зону предыдущей коррекционной волны, вот сюда вот, где также 38,2 от предыдущего подъема. То есть вот, соответственно, была первая волна, вторая, и вот это все у нас третья, 1, 2, 3, 4, 5. То есть получается, что вот он максимум движущей силы, 3 в 3. И это четвертая. То есть ABC-паттерн, пока волна С удлиняется, в ней, на мой взгляд, только лишь 1, 2, и вот третья волна, то есть нет завершения этой волны еще пока что. Я думаю, что дальнейшие покупки, они могут прийти где-то вот приблизительно от 74,5 рублей за доллар, и, скорее всего, максимум мы преодолеем. В 81, там практически 82 рубля. Вот так. Пожалуй, на этом на сегодня все. Если будут какие-то вопросы, пишите их в комментариях под данным роликом. Также не забывайте, что у меня есть телеграм-канал собачка.fxcoach.ru. Там я опубликую какие-то свои сделки, результаты своих студентов, также какие-то короткие видео с обзором текущей ситуации по тому или иному инструменту, как я эту ситуацию вижу. На этом у меня все. Если вопросы будут в комментариях, я на них отвечу в следующем обзоре. Желаю вам успешной торговли. До встречи. Пока.